Итак, по многочисленным просьбам игроков гильдии Даркстарс, я записываю гайд по БДК для сервера Вевсеркл. Все мы на нем играем, все знаем особенности сервера и танков БК. Их берут везде, они везде МТ. Самые лучшие танки. С чего мы начнем? Этот гайд в видео формате. Я вам постараюсь рассказать своими словами, что из себя представляет ДК Танк на нашем сервере и как правильно его сделать. И сразу скажу, что этот ДК, который есть у меня, это лично мой выбор. Некоторые таланты вариативны и можно их поменять местами с другими талантами, которые вам больше нравятся. Но об основных талантах, которые обязательны, я тоже расскажу, чтобы вы не натыкали талантов, которые не нужны. Посмотрим по алгоритму, что же рассказывает для вас первое. Ну давайте начнем с капов. После достижения этой цифры, боссы в инстах на 10-25 человек, которые 83 уровня не смогут нанести по вам критический урон, тем самым убив за два удара. Это является до рейдов с самой важной характеристикой. Как только вы ее достигаете, первой по важности характеристикой для ДК Танка становится выносливость. Потом броня и так далее. Капы, без которых ваше агро будет очень низким и вы будете никчемным, никому не нужным танком. Следующий. Это меткость и мастерство. Меткость. Значит, здесь есть две цифры. Одна меткость ближнего боя, которая там 33 что ли единицы, 1% дает примерно так. А для магического боя, для заглянаний, там что-то 26 единиц, 26,6 что ли, дает 1% меткости. Так вот, кап для атак физических, например, как кровавый удар, удар чумы, составляет 8% мили меткости. Составляет цифра 263 меткости рейтинга. Кап для заклинаний составляет 17%. В цифрах это очень много, не помню сколько. Но у меня цифра 12% и в рейтинге это 315. Подробнее объясню попозже, почему 12%, что это дает. Мастерство. Кап для того, чтобы босс не уклонялся от ваших атак, когда вы бьете в лицо. Составляет 26 мастерства. Но остается парирование. Со спины босс не парирует, а с лица всегда парирует. То есть, танку хардкап 56 мастерства составляет. У меня тут, по-моему, есть сет на мастерство. Вот он, 56 мастерства. И тогда ни один удар не будет уходить в парирование и уклонение. Но, опять же, ставится под сомнение полезность, нужность этого набора. Поэтому не будем о хардкапе. Сейчас говорить, если отдельно кому-то интересно, нужно разыграть. Так, ну, об основных капах я рассказал. Защита, меткость, мастерство. Это самое основное. Выносливость не имеет капать. Чем больше, тем лучше. То есть, бисовый шмот и так далее. Броня. Броня составляет для 83-го уровня босса. То есть, который бьет по вам. Кап брони против него будет 49 900. То есть, почти 50 тысяч брони. В этом случае, ваша броня будет 75%. Но об этом мы тоже не будем углубляться. Так как, стандартной брони в бисовом шмоте хватает и над этим париться не стоит. Дальше мы рассмотрим способности класса ДК. Для всех нерадивых игроков, которые играют как нубы и ничего не могут, советую открыть книгу заклинаний. Вот она находится здесь. И прочитать все способности своего любимого класса. Форирование. Что-то там бой двумя оружиями. Боли отрекши всегда катарасовая. Гравирование. Это у нас ДК-шная чисто способность. Вот руны накладывать различные. Для танка на двуручку накладывается руна каменной виргурии. Это все знают. Это топ-чарка. 2% выносливости и 25% рейтинга защиты. А, нет, даже не рейтинга, а самозащиты. Так, что у нас тут? Надо просто прочитать все ветки. Власть крови это для ДД. Отражение. Повышает рейтинг парирования на 25% от вашего показателя силы. То есть сила с шмота, которая вот она у нас. 103 силы и так далее. На каждой шмотке она 25% от нее повышает парирование. Ну, это чисто ДК-шная, по-моему, способность. Скипание крови, урон по области на пачках треша. Захват урун. Это ваш отхиль. 30 секунд КД. Ну, вот, примерно 10 тысяч. Восстанавливает. Истерия. Это мы на ДД кидаем. Кровавый удар. Это мы нажимаем для того, чтобы уруна крови была в КД. Если две руны крови в КД, то работает талант. Вот этот. Клинковая ограда. Он должен висеть у хорошего танка всегда. Это 5% снижение урона любого. Кровоотвод. Кровоотвод. Это выставление... Ээээ... Кулдаун не лута. Эта способность дает руну крови, превращает в руну смерти, которая может использоваться, как любая руна, крови, смерти или льда, нечестивости или льда. Кроме того, Т10 дает 12% снижение всего урона на 10 секунд, когда мы используем кровоотвод. Кровь вампира. Это очень топовая способность, защитная для ДК танка. На ветке кровь находится. Увеличивает максимальный запас здоровья на 15% и количество здоровья, восполняемого заклинаниями и эффектами, увеличивается на 35% на 15 секунд. Так, на 10 секунд увеличивает символ, ставится плюс 5 секунд. Дальше Мор обновляет Чуму и Озноб на мобах, которые рядом. Сила Поганища, пассивка для рейда, 10% в силу атаки. Смертельный союз, это у нас съесть Пета. Которого мы призываем темную власть, это Таун. 8 секунд КД, обычный Таун. Кстати, считается заклинанием и меткости КАП для него 17%. Есть определенный символ на то, чтобы на 8% увеличить вероятность попадания этой темной власти по мобу. Удушение, это Савва. Кидается на слуг Трона, который там трешит перед ребром. На духа гневного наличия кидается. Дает Савва на 5 секунд. Ветка льда. У вас льда, под ней находится ДК Танк. Всегда. Потому что она повышает выносливость. Бонус к броне увеличивает. И уменьшает получаемые уроны. И также увеличивает, по-моему, Агро. Где-то там есть описание, дальше прочитаем. А вот оно здесь. Создаваемые угрозы возрастают. Дальше. Заморозка разума. Когда есть секунд. Это сбивание коста. Как обычная зуботычина у варов. При вкачанных талантах ветки льда. Не требуют вот этой вот силы рун. Горн. Это баф для рейда. Единое прикосновение. Это первая по Агро способность. Самое большое количество Агро выходит от мира. Аковы. Это кидается на бобов, если вы хотите их кайтить. Ну, летистый путь все знают. Там по воде ходит незыблемость. Об незыблемости можно сказать подробнее. Это самая мощная защитная способность ДК танка. На ней написано 30% снижения урона. И дальше написано. Получаемый урон также уменьшается в зависимости от показателя защиты. На 12 секунд все это дело. КД 2 минуты. Это самая мощная защитная способность ДК танка. А конкретно о цифрах. При показателе защиты 540 снижение урона будет 50%. Не 30, а 50. При показателе защиты 600. Вот этой защитой. У меня 599. Снижение урона будет 60%. Ну, а зноб это после ледяного прикосновения. Пассивная вот эта болезнь накладывается. Рунический удар. Подробнее здесь. Так как это атака вторая после ледяного прикосновения. Это набору агроб для ДК танка. Атака наносящая противнику 150% урона от оружия и дополнительно 846 единиц урона. Способность можно применить только после уклонения или парирования атаки. Этот удар нельзя парировать, блокировать от него нельзя уклониться. Написано. Значительно повышает уровень угрозы. Это только для танков. Этот удар вписывается в макрос. Со всеми способностями, которые вы используете. Ледяное прикосновение. Удар чумы. Кровавый удар. Удар смерти. В каждой из этих способностей написываете вот этот иронический удар. Подробнее могу показать позже. Это критический удар удвоенный. То есть, с заглинаниями. Уничтожение. Это у нас для ДД. Усиление органического оружия. Это способность, которая поможет набрать много агро. КД 5 минут. Что делает она? Восстанавливает все руны. Когда они на КД. Вот эти все руны она обнуляет. Восстанавливает. И дает еще силу рун 25 единиц. Ну, цепкие ледяные когти. Это рейтинг скорости повышает. У рейтинга на 20%. Ветка нечестивости. Как видите, тут даже второй страницы нет. Панцирь антимагический. Топовая защитная способность от заклинаний. УДК. Танк. У меня на нее стоит символ на 2 секунды, увеличивающий действие панциря. Поэтому у меня он 7 секунд. Окружает рыцаря смерти антимагическим панцирем, поглощающим 75% урона, наносимого ему заклинаниями. Максимум 50% от объема здоровья рыцаря. И предотвращающих наложение отрицательных магических эффектов. Урон, поглощаемый щитом, позволяет рыцарю смерти накопить дополнительную силу урона. Так, самое главное, что нужно понять. Вот у меня 50 примерно тысяч, то 25 тысяч он спокойно поглощает. Ну, в целом у нас там по 80, то есть 40 тысяч он, считая, дыхание 7 драгоса, поглощает полностью. Глазь и нечестивость это у нас ПВП, по-моему. Ну и просто, чтобы быстрее дедать в войско мертвых. При использовании, во время вызова войска, каждую руну надо по одному, ну, 4 секунды вызов у лабилаков происходит. И снижается, получаемый урон на количество уклонения и парирования. Если мы не находимся в ЦЛК, то это примерно 50%. Так как у нас примерно вместе и наберется. Ну, там 49, около 8%. В ЦЛК это будет около 30%. Так как там есть снижение уклонения на 20%. Воскрешение мертвых. Так, воскрешение союзников. Врата смерти. Это все понятно. Кровавая чума, после удара чумы вешается. Или к смерти. Такой промежуточный скил, если все на КД, если я единофик снижение на КД. Удар чумы, кровавый удар можно кинуть. Смерть и разложение. Это у нас пачка треша. Кидаем много мобов. Когда мы пулем пачку. Удар смерти. Самое важное, что надо понять, что он отхиливает за болезнь, которая висит на цели. Если на цели не висит болезнь, то он не будет отхиливать. Если висит одна болезнь, озноб, например, то 5% отхилит хп вашего максимального. Если две болезни, чума и озноб, то отхилят 10% хп. Удар чумы, соответственно, чтобы эту болезнь вешать. Хватка смерти. По способностям мы разобрались. Давайте рассмотрим талант. Ветка, актуальная для нашего сервера. Используется Кровь, 43. Лед, 26. Нечистивость, 2. Какие именно таланты? Почему какие-то берут, какие-то нет? Мы рассмотрим сейчас. Мясник. Это у нас на ДД, по-моему, если не ошибаюсь. Точно не знаю. Пагуба. Понижает уровень угрозы. Это тоже на ДД, по-моему, на БДК ДД. Клинковая града. Маст хэв. То есть, обязательный талант. Специализация на двуручном. Обязательный талант. Клинковая броня. Обязательный талант. Это наш ТПС. То есть, агро в секунду. Запах крови я взял тут один. По-моему, проходной. Ну, что-то там силу рун накапливает удары. Захват рун, соответственно, отхил. Улучшение захвата рун. Все это берем. Решимость. Это крит. Заклинаний, способностей и просто ударов. Повелитель рун смерти. Обязательно не надо брать. Потому что удар смерти, который мы используем для отхила. Вот он. Превращает одну руну нечестивости и руну льда, которая используется на этот один удар. И руну смерти. Которую можно использовать как ледяное прикосновение. Что повысит агро. Дальше. Вендетта, по-моему, не берут танки. Отражение заклинаний в этом случае мы берем. По-моему, это для прямых заклинаний. Таких, как стрела у леди танки. И в ППГ различные касты действуют. То есть, с вероятностью равной вероятности парирования, вы получите на 45% меньше урона от заклинаний прямого действия. Если не ошибаюсь, на Синдрогосу это не должно действовать. Так как это не прямое действие, а АУЕ способности. Я не знаю, если на нашем сервере это работает на Синдрогосу и Холеона, то это хорошо. Если нет, то другие таланты вкладывать особо смысла нет. Нетку крови, она ничем не поможет никому. Может быть для каких-то ППГ, там, или для кача, не знаю. Будет нормально, для рейдов нет. Ветеран Третьей войны. Берем обязательно выносливость, мастерство, сила. Кровавые удары я раньше вкачивал. Но это ничего не даст. ДК как не смог набрать АГРО на пачках, так и не сможет. Дальше. Кровавая месть. Урон от физических атак на 3%. После крита. То есть повышение урона, это увеличение нашего АГРО. Хоть и маленькое, но это проходной талант, по-моему. Сила Поганища, это для рейда. Истерия для ДД. Кровь вампира обязательно нужна. Потому что это топовый Дев. Власть крови не берется. Адхил очень маленький. Кровочерви тоже не берется. Это, по-моему, для ДД. Так, неумолимый урок. Это тоже, по-моему, для ДД. И в смерти, по-моему, это для ДД. Все. Усиленный удар смерти. Увеличивает урон от способности. Удар смерти на 30%. Повышает вероятность критического удара этого заклинания на 6. Увеличивает объем здоровья, восстанавливаемый этим заклинанием на 50%. То есть отхиливает он больше, чем 10%. Он отхиливает 15%. Теперь. Ну и последний талант, который мы берем в ветке крови, это воля мертвых. Об этом подробнее. Если в результате получения урона уровень вашего здоровья упал бы ниже 35%. Или же, если вы получаете урон, когда у вас 35% здоровья, количество этого урона уменьшается на 15%. Если я не ошибаюсь, то где-то с катаклизма сделали скрытое КД у этой способности то ли 6 секунд, то ли 10, то ли 20, сколько, не знаю. Но на нашем сервере на 3.3.5 по-моему КД у этой способности вообще нет. То есть любая атака, которая может снизить хп ниже 35% ВДК, она будет меньше на 15%. Из-за этого таланта ВДК-танк является топовым танком. Ну конечно, когда по нему проходит атака, у него фулл хп, она может проходить в полном объеме, так как не будет снижать до 35% хп. И урона по танку может проходить больше. И об этом мы не будем углубляться. Дальше рассмотрим таланты льда. Сила рун. Максимальный запас силы рун. Берут ДД, если не ошибаюсь. Ледяное прикосновение. Увеличивается урон у него. Это увеличение агро напрямую. Обязательно берем. Крепость. Увеличение брони. Обязательно берем черный лед. Я прокачал 2. Ледяная выдержка для ФДК. Ледный ручек. Ледяной рубеж я прокачал для того, чтобы ЛП-шка кидалась с 30 метров или там 20 или 30. Короче, очень далеко могу кидать ЛП-шку. Это очень важно и очень удобно. Чтобы ловить големов, например, в РС-25 гер. Ледяные когти. Это ПВП талант. Это, по-моему, ДД, ФДК или что, я не знаю. Машина для убийств. Многие говорят, там качать побольше надо талантов этих. Я один качал просто проходной. Талант Бесконечная Зима очень важный. Силы повышают на 4%. Это увеличение нашего угрона прямым. И способность заморозка разума не требует. Силы рун может применяться хоть когда. Ну, то есть, без затрат силы. Дальше. Пораженные болезнями противники получают на 13% больше урона от вашего заклинания ледяное прикосновение и так далее. Когда вы накидали болезни на цель, ваше ледяное прикосновение бьет больше. Это напрямую влияет на огромный. Но лучше всего талант вот этот. Вероятность попадания по вам в ближнем бою на 3%. Это очень важная штука. 3% полного избежания урона от атаки. Цепки ледяной когти берутся для рейда. 20% для рейда. На этом на ледяной ветке все. Здесь есть вариативность. Некоторые не берут рубеж, качают черный лед или качают машины для убийств. Делают как хотят. Это роли вообще никакой не сыграет. Агронабор УДК стандартный и очень большой. Подробнее о ледяном прикосновении и заклинаниях поговорим позже. В ветке нечистивость. Обычно всякие нубы, но не считая себя топ-танками, берут предчувствие. Это всего лишь 2% уклонения. Я решил не брать их и взять болезнетворность. Увеличить вероятность попадания заклинания на 2%. Ну, рассеивание болезни это не так важно. Для меня важны эти 2%. Теперь о меткости. 12% плюс 2% будет 14%. То есть шанс промахнуться всеми моими заклинаниями составляет 3%. Пока Боба никто не бьет. Если Моба начинает бить Шепел и Сова. То вероятность моего промаха является 0%. Поэтому во время боя у меня не будет ни одного промаха ледяным прикосновением. И не будет потери Агрона. Так, таланты мы рассмотрели. Давайте рассмотрим символы. Символы, которые я использую я. Значит, обязательный для всех танков ДК. ДДК. Символ крови вампира. Это обязательный символ. Нельзя его не ставить. Я поставил символ захвата. Рун, который больше на 10% не хилит. И группу из 5 человек хилит на 10% от их ХП. Этот символ можно менять вообще абсолютно на любой. Третий символ у меня стрит антимагического панциря. Что я использую при хлопках духов наличия и на Синдрагосе на притяжке плюс дыхание после нее. Значит, подробнее о символах. Так как крови вампира обязательны. Какие символы можно брать, какие абсолютно бесполезны. Так, это у нас на ДД что-то. Незакрушима броня ФДК. Гордолаг АДК. Удушение. ТВП символ. Символ плети. АДК. Захват. Я взял. Рунический удар. Можно вместо захвата его поставить. Если у вас трясутся руки и вы боитесь, что вы набираете мало агро. Но я думаю, это бред. Можно его поставить. Увеличит крит вашего иронического удара. Он будет чаще критовать и будет немножко больше агро. Удар чумы. Не знаю для чего. Уничтожение. Это именно ФДК. Так как болезнь из ног бьет очень мало. И урон, который она наносит, плывет меньше агро, чем сама ЛПшка. Первый урон, который проходит. Мало востребован для БДК вообще. Мне кажется, его никто не берет. Незыблемость льда. Его берут, скорее всего, те танки, которые не собрали КАП 540. У которых защита меньше 540, меньше 530. То есть, это берут неодетые ДК. Стужа. Там что-то ФДК у нас. В очередь, ФДК. Удар в сердце. Это у нас для танка ДК, который вкачивает до удара в сердце. Мы такими спеками здесь не кончим. Ледяной удар ФДК. Что-то там болезнь. Вот этот символ используют некоторые танки в нашей гильдии. Некоторые танки на сервере. Может и все танки. Можно его использовать вместо захвата рун. Или вместо панциря. Если вам не надо 7 секунд. Чем он хорош? Он хорош тем, что одной рудной крови, мором, можно обновить болезни. И отхиливаться от босса ударами смерти. Так как при двух болезнях, отхил будет полный от удара смерти. Но мы об этом уже говорили. Символ удара смерти. Просто увеличивает урон. Это, по-моему, для БДК ДД, если не ошибаюсь. Символ хватки. ПВП символ, если не ошибаюсь. Символ смерти и разложения. Это символ для набора агро на пачках. ДДК для этого не создан. Который я вот описываю билд. Он не создан для танкования пачек. Так что пропускаем. Черная смерть это, по-моему, АДК. Темная власть это тот талант. Тот символ, который берется танками. Которые не собирают столько меткостей, сколько собрал я. А именно вот эти таланты. И вот эту цифру. 315 меткостей. Если вы собираете меньше, то символ темной власти обязателен. Для того, чтобы таунт не промахивался. Танцующий арунический. Это что-то для БДК ДД. Ледяные оковы. Урон это ПВП, наверное. Костяной щит это АДК. Или танк, или ДД, я не знаю. Кровавый удар. Это, по-моему, БДК ДД. Ну и панцирь, эти магические, которые я взял. По символам разобрались. Рассмотрим шмот. Значит, шлем с леди 25 гер. Является бисовым, так как на нем есть меткость. Шея с вальки 25 гер. Остальные куски Т-10. Это у нас Т-10 и 3. Топовый сет БДК танка. Комплекты дают увеличение лужи на 20% урон. И 4 Т-10 дает способности кровоотвод. 12% защитку на 10 секунд. Плащ, соответственно, с принцев. 10 и 3. На ручь из ребра. Топовой пухой на БДК танка является Глора. Из-за мастерства. Печать, соответственно, залет грифона. Топовые тринки. Ключ, клык. Кольца. Некоторые используют вместо кольца зарепу, который у меня есть. Кольцо с вали, там не из кого. У меня, по-моему, с вали это кольцо. Еще с леди используют. Но я взял его из-за меткости. Чтобы не тыкать камни в меткости, а просто набрать шмотом. Я взял это кольцо. Здесь можете, как хотите, поступать. Соответственно, с РС. Топовый дак из Холиона. Значит, Т-10. Пояс с Тухлого. Ну и перч, Т-10. По шмоту разобрались. Фрост шмот. Лично я беру 4 шмотки. Вот здесь также капы все собраны. 4 шмотки. Это у нас кольцо. Тапки. Пояс. Игру дак. Максимальная защита там делится от льда. Мастер с ТЛО. 56. Это для того, чтобы ударом смерти, если хочешь отхилиться, босс не спарировал это. И ваш отхил прошел по вам. Используется, скорее всего, танками для тьмы. Чтобы во тьме комфортно отхиливаться. Сто процентной вероятностью. По шмоту разобрались. Посмотрим камни, чарки, профы и ротацию. Ну, тут все очень легко. Камни в голову для 12 выносливостей ставится. Для мета сокета для активации ставится один красный, а остальные синие. Их много. Все остальное выносливостей. Везде выносливостей. Исключение составляет вот здесь у меня в штанах. Активация бонуса. Меткости немножко. Ну, и здесь везде выносливостей. Чарки, там, соответственно, броня. Что там? 30 выносливостей, устойчивость. Это ПДП-чарка. Все остальное там. Серебряный авангард. Выносливостей. ХП-выносливостей. Луна-горгульи. На тапке выносливостей. Здесь выносливостей. Здесь пряжка. Все. Можно сюда ставить на агро, но это бесполезно для ДК. Абсолютно бесполезно. В лучшем смысле. Профин. Ну, у меня профессия Юва, которая три камня дает. И Кузнечка, которая дает дополнительный камень. Здесь. Дополнительный камень здесь. Ротация. Ротация на ДК очень простая. Ледяное прикосновение. Два раза. Потом кровоотвод. Ледяное прикосновение обнуляет. Мне нужна цель. И дальше вы нажимаете любые удары, в которых записан в макрос рунический удар. Удар чуны вешаете, болезнь. Кровавый удар обнуляете. Урон крови для того, чтобы всегда на вас висела кренковая ограда. 5 процентов снижение урона. Это очень важно. Ну, и дальше на боссах, когда вы это все сделали, можете прожать усиление ремнического оружия. И дальше дать сразу 3 ледяных прикосновения. Ну, и дальше, соответственно, повторять. Как только ледяное прикосновение откатывается, сразу его используете. Мор на пачках, раскидывает болезнь. Смерть и разложение тоже самое. Лик смерти, когда все на кд. Это сало. Также ставите прожимки на панель. Удар смерти ставите. Все эти прожимки. ХП, триньки, ключи. Все ставите на панель. И напоследок о макросах. Вот они так и выглядят. Очень просто. Каст. Ледяное прикосновение. Каст. Эмнический удар. Каст. Удар чумы. Каст. Удар. Эмнический удар. То же самое. Кровавый. Удар смерти. Вот и все. Еще у меня есть макрос на ИЕ, который стоит. Он одновременно включает власть льда и кастует заморозку разума. Которая сбивает каст. Из самого важного на этом все. Так что я думаю после этого гайда вы будете отличным танком. Субтитры создавал DimaTorzok.